здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на телеканале вариант первом городском телевидении хочу поговорить с вами об интересных историях которые связаны с нашей жизнью которые касаются юридических вопросов ну и просто того с чем мы сталкиваемся друзья сегодня хочу с вами обсудить тему которая не касается судебного вопроса как можно решать вопрос в досудебном порядке вообще в целом процедура досудебного регулирования любого спора она по некоторым вопросам по некоторым предметам спора предусмотрена официально законом потому что если вы ее не пройдете вы уже не можете в судебном порядке соответственно просто обратиться то есть вы даже если в судебном порядке обратить без досудебного разрешения спора то вас оставит иск без рассмотрения пока вы соответственно не обратитесь к своему оппоненту в досудебном порядке вот здесь хочу на конкретном примере рассказать как нам удалось в досудебном порядке решить вопрос мы с вами все берем кредиты? Часто. Кто-то, кому очень повезло, эти кредиты не берет. Ну, наверное, у кого возможности побольше, и ума, и необходимости в этом нет. Я, кстати, хочу тоже отметить, как уже говорю на протяжении 13 лет, встречаясь с вами на площадке средств массовой информации, что все-таки, наверное, надо очень долго думать, прежде чем взять кредит, взять у нескольких банков договор, сравнить их между собой, потом брать кредит, и вообще подумать, нужен ли вам этот новый холодильник, путевка куда-нибудь в теплую страну. Сейчас, кстати, никуда особо ты не уедешь. Или шуба новая, да, все-таки. Либо это действительно очень важно, нужно на лечение, или нужно купить новую квартиру, потому что старая уже совсем надоела. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Когда мы берем кредит, нам, как правило, навязывают страховку. Предлагают страховку, если мы эту страховку не берем, то в кредите нам отказывают. Вот конкретно здесь, как и в любом кредите, и в любой страховке, у нас нет понятия обязательной страховки, когда мы берем кредит. Нет такого, вы запомните, зарубите себе на носу. У нас, когда мы берем кредит, у нас добровольным является страхование этого кредита, да, и, соответственно, страхование своей жизни и здоровья в случае потери нетрудоспособности, либо появления, как правило, инвалидности первой и второй группы, там, да, либо смертельно опасного заболевания, либо несчастного случая. Вот конкретно, если вы берете страховку, когда вы берете кредит, вам кредит одобрят. Если вы ее не возьмете, скорее всего, вам не одобрят. Но помните, что в соответствии с законом о защите прав потребителей, как от любого товара, либо услуги, вы можете отказаться от страховки в течение 14 дней. Закон о защите прав потребителей федеральный это предусматривает. Вы можете сами посмотреть, об этом много статей есть, просто немногие об этом знают, а немногие вникают. Так вот, когда вы взяли кредит, вы взяли страховку, у вас есть 14 дней, чтобы отказаться. Чтобы отказаться, как это сделали мы, мы обратились с заявлением, с требованием, даже больше скажу, о том, что мы хотим вернуть сумму, уплаченную за страховку, расторгнуть договор, потому что в нем не нуждаемся. И в рамках досудебного разрешения спора, мы, честно говоря, не надеялись, что у нас страховая компания пойдет нам навстречу, но поскольку здесь, наверное, сыграло и то, что лично я общался, и страховая компания, и банк знают мою практику, то, что я занимаюсь подобными финансовыми банковскими страховыми спорами уже 12 лет. Они решили, что все-таки перспектива у них грустная, решили не судиться. Тем более, вы знаете, я некоторые дела предаю огласке, и это бьет сильно по репутации банка, банка, страховая компания, ну и любого моего оппонента. Вот по этой причине нам удовлетворили наши требования в досудебном порядке, и сумму страховки отдали. Так вот я хочу, чтобы вы запомнили и вы знали, что если вы берете кредит, вам навязывают страховку, вы можете от нее отказаться, но посмотрите, если вы откажитесь, посмотрите, если вам кредит не одобрят, то это, скорее всего, связано с тем, что вы отказались от страховки, и тогда, наверное, стоит согласиться. Но даже если вы согласились, вы имеете право в течение 14 дней отказаться от нее, да, и вернуть деньги, которые вы заплатили страховку, а кредит у вас останется, вы так и будете его платить, заплатите либо досрочно, либо будете в графике платить, это уже ваше личное дело, но страховку вам будут обязаны вернуть. Если откажут в досудебном порядке, то в суде мы с вами сможем этот вопрос решить однозначно, здесь я могу вам помочь. И помните, что у вас есть такая возможность, не забывайте об этом, расскажите друзьям, знакомым и родственникам. Защищайте свои права, повышайте свою финансовую грамотность. Друзья, я прощаюсь с вами, прощаюсь с вами ненадолго. Запомните, то, что ваша правовая культура, юридическая грамотность, финансовая грамотность ваших детей, ваших друзей очень часто зависит от вас. Будьте проактивным, как писал и пишет у нас в одной из моих любимых книг Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей». Помогайте другим, и, соответственно, мир будет помогать вам. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова